Друзья, всем большущий привет! Как вы, вероятно, знаете, 17 ноября этого года в два ночи по МСК открылись многими долгожданные серверы WoW Classic Сезон Мастерства. Для не следящих за новостями, Сезон Мастерства — это классический варкрафт на максималках. Ускоренный кач, новые механики боссов в рейдах, отсутствие ограничения на количество дебафов, нерфов и кача, ускоренный выход контента и многое другое отличает эту версию. От стандартной. Если хотите узнать обо всех изменениях максимально подробно, можете ознакомиться с ними в статейке по ссылке ниже. А я же сейчас расскажу вам о том, как в целом играется на Сезоне Мастерства, не поздно ли еще врываться и нужно ли вообще? И если да, то куда? Также затронем недавний фейл Близзов с трансфером персонажей со старых серверов на Фрэш. В общем, берите вкусный чай и усаживайтесь поудобнее. Приятного просмотра! Ну, начнем с того, что приличная часть русскоговорящих отправилась на Евросерверы, а менее приличная – на Ру. Я, так получилось, что отношусь к неприличным, поэтому выбрала Блудколер, то есть Кровавый Зов, то есть Русервер. Возможно, именно из-за этой разрозненности онлайн на Блудколер оказался не настолько высоким, каким мог бы быть. Это не палка в чей-то огород, это факт. По моим подсчетам, вечернее время здесь играет около полутора тысяч человек. Подсчитывала я с помощью команды who плюс level. Например, slash who 1-10. Смотрела циферку, что выдается, вводила ее в калькулятор и складывала со следующими показателями. И так вплоть до 60 уровня. Поэтому при желании можете тоже посчитать онлайн на своем сервере. Но, знаете, несмотря на не самое большое количество игроков, каких-то сложностей с поиском группы для прохождения данжей нет. Из-за того, что кто-то постоянно качается, создает новых персонажей, low-level данжи остаются проходибельными. То же самое и со средним левелом, на котором я как раз и нахожусь. А вот что касается high-level контента, тут пока все не так радужно. Игроков 60 уровня просто еще недостаточно для прохождения рейдов. В вечернее время в онлайне у Орды я вижу максимум человек 40, докачавшихся до 60. А это очень мало. Поэтому ни о каких рейдах речь пока быть не может. Всем привет из монтажной и от Елисавы из будущего. На данный момент, спустя неделю от написания сценария для этого видео, ситуация несколько поменялась. Игроков 60 уровня стало заметно больше. И как вы видите, сообщения в чате тоже изменились. Стали появляться сообщения по типу, введу набор в рейд или на альтерак. А это значит, что high-level контент все-таки покоряется. И это хорошо. Теперь давайте поговорим о прокачке. Она и правда ощутимо ускорилась. Опыта за задание и прохождение данжей дают заметно больше. Из-за этого и уровни апаются быстрее, и кач не кажется таким черепашьим. Но главное, если вы надумали пойти в данж и решили взять человека, уровень которого выше уровня мобов уровней на 10, не делайте этого. Иначе останетесь без опыта. В этом суть нерфа АФК Кача. В случае наличия в группе игрока, для которого мобы в данже являются серыми, всем другим тиммейтам будут давать заметно меньше экспы. С одной стороны, это классно, так как АФК Кач потерял свою огромную популярность, но с другой не очень, потому что с другом, который качнулся быстрее вас, вы не сможете максимально профитно пройти подземелье. Но в целом это совсем не критично, так как большинство все-таки играют в одиночку. Что касается отсутствия ворлдбаффов в рейдах. Я думаю, в этом больше плюсов, нежели минусов, ибо тот факт, что в свое время в рейды брали только тех, у кого есть ворлдбаффы, сильно напрягал. Приходилось тратить много времени и золота, чтобы получить, слэш, купить нужные бафы. А теперь представьте, как обидно, когда вы все это делаете, попадаете в рейд и вас убивает. Случайно. Может, хилл не успел отхилить, или танк не успел забрать моба, или просто произошел вайп. Всякое же бывает. Но ведь бывает. И такие моменты просто отвратительны. А учитывая, что сезон мастерства это больше про скорость, тратить часики на сбор бафов было бы нелогично. Поэтому просто смиритесь с их отсутствием, если вдруг вы еще это не сделали. Дальше, в идеале, я должна рассказать вам о новых механиках боссов. Насколько последние стали сложнее убиваться, и в целом о том, насколько сильно отличаются обновленные рейды. Но поскольку у меня сейчас только 36 левел, своим экспириенсом в этом плане я поделиться не смогу. Увы. Но смогу поделиться чужим. На днях гильдия Хуз сервера Дреднот первая в мире прошла огненные недра и убила Рагнароса. По сравнению с классикой 2019 года, это действие заняло на порядок больше времени. Хуз делали это спустя две недели после старта сезона мастерства. А гильдия Эйпс, первая в мире победившая Рагнароса в оригинальном WoW Classic, сделала это примерно за 6 дней. Остается лишь поздравить ребят и пойти дальше крабиком качать своего мага, попутно становясь поиск игроков для подземелий, что перекочевал к нам прямиком из Burning Crusade Classic. Не путайте его с актуальным поисковиком группы для данжей. Это несколько другое. В данном случае вы выбираете данж, локацию, БГ или рейд, в общем куда хотите попасть и указываете информацию о своем спеке и роли. Например, лучший ДД или потрясающий хилл или бомбезный танк, то есть вы поняли, да суть? Попутно можете искать людей для опять-таки нужных вам данжей, локаций, БГ или рейдов. Все действительно просто и понятно, однако далеко не все знают об этой функции и предпочитают искать по старинке, через чат. И то, и то удобно, поэтому лучше сочетать оба варианта, чтобы был максимальный профит. Ну а теперь пришло время обсудить самое свежее и вместе с тем неприятное. Близзард лоханулись. По какой-то никому неизвестной причине был включен трансфер персонажей серверов Вечной Классики на Сезон Мастерства. Естественно, нашлись люди, решившие воспользоваться этой услугой, отчего игроки сезона испытывали настоящий афиг. В виде разодетых чаров со спепелителем в руках и катающихся верхом на тараканах. Ситуация фу. Потому как у перенесенных персонажей, вполне вероятно, в сумках были какие-то вещи из будущих фаз, и которые они спокойно могли выставить на аукцион. Тем самым, немало поломав игру. Близзы, конечно, уже вернули персонажей обратно на Вечную Классику. Но вот что касается остального, пока не ясно. Вполне вероятно, что и предметы, которые могли быть проданы этими персонажами, уже вернулись им обратно. Но сам факт произошедшего заставляет зарождаться в голове не самые приятные мысли по поводу отношения разработчиков к игре. Подводя итог, могу сказать, что запуск обновленных свежих серверов Классик был бесспорно хорошей идеей. Фанаты Классики снова получили то, что хотели, но с небольшими апгрейдами. А любители чего-то нового вперемешку с Классикой смогли опробовать то, что желали. Отвечая на вопрос, стоит ли начинать играть на сезоне Мастерства, я скажу, что не знаю. С одной стороны, обновленная Классика это довольно интересно, потому как стандартную Классику все уже много раз, и побоюсь этого слова, проходили. А тут вас ждет кое-что новенькое. Но с другой, тот факт, что это все будет длиться всего один год, как-то огорчает. Хотя, опять-таки, на то он и сезон Мастерства. Поэтому давайте откинем субъективщину и посмотрим объективно. Если вам нравится WoW Классик, если вы хотите проверить свой скилл, если вы готовы отдаться игре, и вас не смущает сезонность данного мероприятия, вам определенно стоит пойти на фреш серверы. В остальных же случаях, сомневаюсь. Что касается сервера, слушайте внимательно. Если у вас беды с английским, и при этом у вас нет жажды видеть огромный онлайн, то добро пожаловать на кровавый зов. Народу тут, конечно, не запредельное количество, но и мы не в Берлинг Крусейд. Если же вам важен большой онлайн, и с английским у вас все в порядке, то Welcome to Dreadnought или Iron 4. И там и там тоже играют наши соотечественники. В принципе, все. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте оставлять лайки и писать свои мысли по поводу сказанного. Отдельное благодарность спонсорам с ютуба и донатерам со стримов. Желаю всем отличного дня и прекрасного настроения. Удачи!